Привет всем! В сегодняшнем ролике мне бы хотелось обсудить тему лайн-арта в рисовании, по-простому – обводку. Нет, не обводку чужих работ, а именно контур. Я буду говорить одновременно как и про цифровое рисование, так и про традиционное рисование в своих пунктах, ведь вот так сюрприз – это два направления в рисовании. Сначала я расскажу про скетч и лайн, потом проанализирую свои старые и новые лайны, а также дам советы по повышению скилла в рисовании четких линий. Напоминаю про свои соцсети в описании, посаживайтесь поудобнее, наливайте себе напитки, а я начинаю болтать, делиться опытом и мнением. Скетч в диджитале. Думаю, многие из вас в начале своего творческого пути сталкивались с проблемой волосатого скетча, то есть когда слишком много линий на рисунке и очень легко запутаться, что куда ведет. Меня поначалу тоже преследовала эта проблема, но со временем мой внутренний перфекционист подавил это, так что не волнуйтесь, вы не одни. И я немного отойду от темы и скажу важную вещь. Чтобы ваши диджитал рисунки не были слишком мыльными и нечеткими, важно брать большой холст. А 2000 пикселей как раз таки подойдет. Такой размер оптимален почти для всех программ и устройств, а соответственно проблем с лагами не должно произойти. Чем больше холст, тем лучше качество, но далеко не всегда. Некоторые сайты и мессенджеры могут поглумиться над вашим рисунком и сжать его, ведь он слишком большой. Так вот, какие могут быть причины волосатого лайма? Обычно новички очень боятся испортить свой рисунок и рисуют, но очень неуверенно, поэтому и делают кучу линий. Все эти попытки рисовать осторожно, на деле не очень хороши, вы должны быть уверены в своих силах и линиях соответственно. Но есть один такой маленький вопрос, а как собственно от этого избавиться? Ответ крайне прост. Поначалу старайтесь вытирать лишние линии на наброске. Либо же так, создайте новый слой над скетчем, понизьте прозрачность слоя со скетчем, вернитесь к слою с новым чистым лайном и просто уверенно обводните, после чего просто удаляйте старый набросок. Вроде очевидные вещи воскликнет кто-то, но я просто все подробно рассказываю, не все же все знают. Окей, наш набросок стал чуть чище, так что можем перейти к лайну. Есть куча способов залайнить свою работу, но я использую лишь три способа. Первый способ создать новый слой и обвести скетч. Второй способ просто подтереть скетч резинкой. Третий способ это вообще не париться по пуду лайна и рисовать либо поверх скетчем, либо под скетчем. Но я хочу выделить некоторые плюсы и некоторые минусы. Хотя, ну и для кого-то мои плюсы это минусы, а все минусы это плюсы для вас. Плюсы первого способа. Четкий лайн. Минусы. Лайн становится менее живым, что было присуще скетчу, но это лишь наблюдение, ведь не у всех лайн на новом слое не живой. Плюсы второго способа. Живой динамичный лайн. В основном отсутствует проблема, мол, лайн вышел хуже скетча. И минусы. Кропотливость и аккуратность. Плюсы третьего способа. Не надо делать дополнительную работу. Минусы. Нужно, чтобы скетч также был не слишком волосатым. По поводу цвета скетча могу сказать, что беру красный и синий цвет. Это нужно в основном, чтобы не запутаться в слоях. Раньше я вообще могла в зеленый добавлять, но это когда совсем в деталях путалась. Скетч в традишке. Скетч в традишке зачастую рисую либо простым карандашом, либо цветным. Плюсы простого карандаша. После него остается след под тон бумаги, либо вообще ничего. Минусы. Может остаться темный след. Плюсы цветного карандаша. В отличие от простого, не оставляет темных следов. А если и оставляет, то хотя бы не серые или черные. Минусы. Может не подходить под тон работы. Например, синий карандаш будет выбиваться из теплой работы, хотя тут можно подобрать заранее, либо сделать вид, что так и задумано. Кто-то вообще скетч не рисует и сразу заливает все акварелью, к примеру. Кисти в диджитале. Да, в видео вопрос-ответ и как я рисую уже были мои кисти, но в последнее время у меня добавилась парочка новых кисточек. На экране все мои основные кисти, много не скажу. Все и так расписан. Как рисовать четкий лайн в диджитале и традишке. Важно уметь очень быстро и четко вести линии, тогда ваши полосы не будут дрожать. Также пропадет волосатость линий. Я лично недавно обратила внимание на такую вещь, как то, что я держу руку в воздухе, пока рисую. То есть я не касаюсь ладонью экрана или бумаги. Да, может прозвучать немного странно, мол, а не устает ли от этого рука? Устает, конечно, но я же держу руку в воздухе не все 4 часа рисования. Нет, я убираю руку, когда мне нужно стереть лишнее или я просто убираю ладонь машинально. В общем, куча факторов, которые не позволяют мне рисовать на весу все время. Это у меня, кстати, обучилась в художке, когда рисовала на мольберте. Доска находилась под углом в 100 или 110 градусов, так что было неудобно держать руку на доске все время. Плюс, также я могла размазать карандаш, либо же краски на работе, так что рисование на весу мне помогало не испортить сам рисунок соответственно. В диджитале это помогало мне не перетягивать курсор стилуса на свою ладонь. Это относилось к айпаду, ведь на моем экране нет сенсорного экрана для пальца, только для стилуса. Также действенным упражнением для ровных линий моей художки было барабанная дробь и рисование без линейки. Да, рисование линий перспективы без линейки. Задача просто провести ровные линии почти через весь лист А3 или даже А2. Конечно, мы хитрили и тихоря рисовали с помощью линейки и маскировали линии подручную работу. Но все же, форма и цвет лайна. Лайн может быть толстым, тонким, плавным, острым, в общем, каким угодно. Моя обводка это что-то между тонким и толстым лайном. У вас же может быть совершенно по-другому. Зачастую такие особенности лайна выдают характер самого автора, но далеко не всегда и не везде, как говорится. Важную роль в восприятии работы также может иметь и ваш особый набор кистей. Например, в проприятии есть офигенные встроенные кисти от акварели до карандашей. Просто экспериментируйте. Для лайна в диджитале я не беру просто черный, а темно-голубой, например. Разница небольшая, но мне так больше нравится. Также в одном из прошлых видео я рассказывала, как блюрила лайн. Если вы следите за моими постами в сообществе ютуба и телеграмме, то могли заметить, что я сменила кисти и пост обработку. Разница невелика, но она все-таки есть. Как минимум теперь я использую хроматическую аберрацию и уголки моей работы немного разъезжаются, а также акварельная бумага плюс шум. Ага, немного отвлеклись. Вы можете красить определенные части лайна в другие цвета. Экспериментируйте? Про традишку не скажу много. Когда рисую маркерами, то лайн рисую черным линером, а когда рисую акварелью, то рисую поверх цветными карандашами. Я рисовала линерами и маркерами от скетчмаркерс, поэтому у меня ничего не растекалось. Если вы рисуете touch 5 или другими маркерами, то у меня нет гарантии, что линер скетчмаркер не поплывет у вас. Также важно выводить толщину линий, если хотите делать обводку живой. Можно руководствоваться правилом, чем ближе объект, тем толще лайн, но можно просто делать лайн толще где вы хотите. Я не запрещаю, честное слово. Бизлайн или легкий скетч поверх покраса. Да, безлайн неплохая вещь, но чтобы рисовать в нем грамотно, стоит все-таки изучить приблизительную теорию цвета, чтобы ничего не сливалось. Напросок поверх покраса тоже отличная идея, помогает вам не запутаться в тоне и композиции. Но по моим ощущениям, тут сложнее с покрасом, а вот с лайном сложнее именно вывести сам лайн. Но да, я не отрицаю, что даже в работах с лайном цвет тоже важен, просто в безлайне он еще важнее. Хроматическая аберрация. Во-первых, это когда по-интересному разъезжается рисунок. Проклейте, такая функция встроена, вам нужно просто зафиксировать кружочек и провести пальцем, чтобы таким образом поменять процент того, как картинка поплывет. Не мастер объяснений, но все же. Во-вторых, это не сильно относится к лайну, но я часто такое делаю со своими цветными скетчами в качестве динамики и просто, чтобы сама картинка не смотрелась слишком скучно и просто. Если вам нужно, чтобы работа, скажем так, разъехалась полностью, то можете использовать PixArt, там много вариаций подобного фильтра. Но учтите, что картинка может стать хуже по качеству. Сравнение моего лайна и скетчи с годами. Прямо сейчас Светлана Авророва проанализирует свой прогресс, так что слушаем. Это работа конца 2018 года, тогда у меня не было ни айпада, ни экранника, а лишь доска от Ваком. На тот момент я лишь привыкала к устройству и вы можете заметить неаккуратный лайн. Долгое время я рисовала в сае, причем в очень странной версии, где не было нормальных текстурных кистей для лайна, так что рисовала самой простой встроенной кистью. Лайн был кривоват, но сойдет. Позже я начала использовать векторный слой и лайнить свои картинки с помощью мышки или стилуса. Таким образом я частично прокачала свою обводку, но все так же без использования текстур и интересных эффектов. Потом произошел очень важный момент в моей жизни – покупка первого экранника. Вначале я сильно мучилась от того, что нажим пар блокос 16 был невероятно странным и для пера было нормально просто так включать пипетку. Также стилус каким-то магическим образом отключал непрозрачность кисти и в итоге я будто рисовала резинкой. У вас мог появиться логический вопрос – а что если отключить непрозрачность уже самой резинки? Соответственно ничего вам интересного не происходило. Путже я начала улучшать свои навыки в лайоне и он стал тоньше, аккуратнее и приятнее. Моим последним на данный момент этапом стала покупка айпада для рисования. Лайн стал опять толстым, но теперь уже текстурным. Что? Почему обводка стала толстой и тяжелой? Потому что экранник был в три раза больше айпада и соответственно маленькая тонкая линия на экраннике была большой и толстой на айпаде. Думаю вы поняли. На данный момент лайн снова стал тоньше и я начала рисовать в двух диджитал стилях. Это под акварель с цветным лайном и просто диджитал, который вы сейчас видите на экране. Вот я. Вообще мой диджитал путь начался еще в пятнадцатом году, но не думаю, что смогу найти эти работы уже. Да и оно вам не надо. Так мне еще стыд. Как быстрее прокачивать свой лайн и линии в целом? Звучит банально и скучно, но просто много рисуйте. Практикуйтесь и тренируйтесь на упражнениях. Очень важно рисовать много быстрых набросков. Скетчи, скетчи и еще раз скетчи, скетчи на время. Вначале будет очень сложно, но это правда того стоит. Вы будете набивать руку и уметь рисовать четкие линии крайне быстро. Например, пленер из прошлого видео про художку реально очень помог рисовать быстрее. Потому что нам давали не так много времени на весь процесс, так что рисовали четко в темпе. На четкость линии может влиять вдохновение. Не рисуйте прямо сильно, но и не ленитесь. Набивайте руку и становитесь мастерами своего дела. Не бойтесь стирать огромные куски скетча или лайна. В этом нет ничего страшного. Это нормально и все мы через это проходили. Да, печально, но что поделать. Лайн это огромное поле для возможностей, как и само искусство в целом. Так что набивайте руку, рисуйте больше, анализируйте чужие работы, их кисти и материалы в целом. Можете покупать чужие кисти, а можете делать их самостоятельно. Но тут тоже нужен опыт. Я умею создавать лишь кисти, штампы и не более. Итоги. Прикол в том, что вы можете вообще не париться и рисовать без лайн. Хоть для меня подобное сложно психологически. Мне будто кажется, что мой без лайн тупо сливается со всей работой. Возможно, мои советы были кому-то полезными, а кому-то нет. Но главное, что я высказалась на эту тему, как и меня просили. Пользуясь случаем, хочу отдельно поблагодарить всех тех, кто поддерживает меня на ютубе, инсте и телеге. Очень вас люблю. Видео получилось относительно коротеньким в сравнении с предыдущим на 20 минут. Но что поделать. Рассказала все основное и нужное без мега подробностей. Благодарю за просмотр. Пишите комментарий со своим мнением по поводу моих мыслей. Ну и до новых встреч на этом канале. Пока!